Мы думали, они уже тут закормлены. Нет, оказывается. Озеро Кабан еще не затянуло льдом. Утки здесь устраивают соревнования по ловле хлеба. Первый раз приехали без батона и пошли в магазин за батоном. А сегодня вот уже заранее купили. Чтобы они не оставались голодными и чтобы не умирали из-за голода. Утки теперь не улетают из города в южные края, потому что зимы теплые, говорит биолог Валериан Гаранин. Выжить в мегаполисе им проще. Рядом всегда те, кто накормит. Прикармливают дело второе. А то, что они их выкармливают, пищи бывает мало. Многие гибнут. Ведь воробьи могут погибнуть буквально за сутки, если пищи нет. У них температура высокая, нужно поддерживать. Подкармливать птиц нужно аккуратно. Не давать соленую пищу, сухарики, семечки, печенье. Нельзя и пшено. Оно покрыто горькой пылью. Ржаной хлеб лучше заменить белым, чтобы не вызывать брожение. Мы с вами кормим. Нам нравится, приучать детей к природе. Надо сохранить утку. В воде у них почти нет корма. Тем более еще утки не могут под воду спуститься. Где же они еще еду найдут, кроме как люди накормят. Если не накормят, будут голодные. Голуби, вороны и сороки в особой подкормке зимой не нуждаются. В отличие от уток, найти еду в городе им гораздо проще. Корочка хлеба может стоить вам тысячу рублей. Так в Белгороде три года назад ввели штраф за кормление голубей. Это приравняли к закону, запрещающему мусорить на улице. В ряде европейских стран такое правило действует уже давно. Это сделано, чтобы не увеличивать популяцию голубей. Ведь они не только оставляют после себя помет на фасадах зданиях и памятниках, но и являются переносчиками заболеваний. Зимняя подкормка птиц – дело благодарное, но и в этом нужно знать меру. Анна Городнова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань.